Сегодня первое мероприятие издательства и редакции Елены Шубиной. И говорим мы сегодня о выдающейся книге, которая продолжает серию «Великие шестидесятники». Книга Светланы Шнитман-Макхмелин, Георгия Владимирова, «Бремя рыцарства». Сегодня с нами автор этой книги, филолог-славист Светлана Шнитман-Макхмелин, издатель книги Елены Шубина и театрный критик, доктор филологических наук, и заместитель директора и редактора журнала «Знамя» Наталья Борисовна Иванова. Добрый день всем. Давайте поаплодируем друг другу. Передаю микрофон. Светлана нас слышит и видит. И сначала давайте проверим, точно ли это так. Светлана, пожалуйста, скажите несколько слов для нас. Ну, прежде всего, я бы хотела выразить свою самую глубокую и искреннюю благодарность редакции Елены Шубиной и Елене Даниловне, и всем сотрудникам, особенно нашей Гаврон, и художнику Андрею Рубцову, прекрасно оформившему книгу. И я очень благодарна за всю работу, которую они проделали. Я, конечно, счастлива видеть здесь Наталью Борисовну Иванову, чья поддержка, как и других сотрудников «Знамени», очень стимулировала мое исследование. Спасибо большое всем. Ну, вот такое хорошее начало, очень приятное. Хорошо, вы чего Светлану представите. Конечно, я это собираюсь сделать, Наташа. Да-да-да. Значит, Светлана Шнитман-Макмирин, филолог-славист, профессор высшей школы славян-видения Восточной Европы Лондонского университета. И кроме вот этой книги, о которой мы сегодня будем говорить, еще автор монографии о Риме Типте Ерофеевне. На самом деле, если у нас останется время, я бы с удовольствием задала вопрос. Вот такие разные писатели. Как вообще, какой был внутренний какой-то импульс и настрой? И почему именно эти писатели, которые, казалось бы, все-таки очень далеко. Вот. Значит, еще я хочу добавить, что Наталья Борисовна Иванова здесь, ну, то понятно, что она здесь не случайно, но, кроме всего прочего, эту книгу могу назвать такого своего рода коллаборации с журналом «Знамя», потому что именно в журнале «Знамя» в течение, по-моему, даже не одного года, да, там где-то, да, 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 печатались документальные материалы именно о Георгии Владимирове из архива Бременского, из переписки. Ну, в общем, короче говоря, это было такое начало для строения книги. Книга, конечно, так она шла, как дерево слоями, как я поняла, когда я читала вот этот первый вариант этой выписи. Так что здесь есть о чем поговорить. Я буду коротко, я буду скорее так моделировать, представлять, давать слово Наталье Борисовне и Смиклане. Значит, единственное, что как издатель мне необходимо сказать, что у нас бывают разные типы биографий. То есть у нас и не у нас вообще бывают разные типы биографий. Бывают такие, ну, скорее, несколько билетризованные, да, как такой вот рассказ, который даже иногда пишут документальный роман, там, вот что-то в этом духе. Вот это тот случай, когда книга читается с огромным интересом, но она вот именно что построена на совершенно реальном документальном материале. Личная переписка, переписка там на государственном уровне, история миграции, возвращение. Все это подтверждено документами. Книги очень большой аппарат, библиографии, именно указательные, очень много сносов. Все как бы с писателем с такой сложной биографией, и, конечно, тут нужно, вот, мне кажется, даже невозможно было бы иметь тип биографии, только вот тот, который действительно подтверждается всеми писанными документами и так далее. Но это не то, что просто теологический труд, хотя теолог Светлана Шник-Маклевина очень известна, это икрида, которая читается как, ну, с такой интригой вообще, очень серьезной, как вот такой прекрасный писатель, история его жизни и его текстов, как она вообще развивалась. Это вообще действительно, в общем-то, романный сюжет, конечно. Я хотела бы сейчас попросить Наталью Борисовну включиться в наш разговор, пожалуйста. А потом мы попросим Светлану вас. Хорошо? Я прежде всего хочу поблагодарить Светлану Шник-Маклевну за присутствие, за то, что вы смогли с нами присутствовать, и, конечно же, издательство Елена Даниловна Шубина за то, что они издали книгу, и фантастически важную именно в исторический момент, который мы переживаем, и очень важную для истории современной русской словескости тоже, необыкновенной важности книгу, как мне кажется. Я ее перечитала перед нашей презентацией еще раз и убедилась в ее необыкновенной актуальности. Собственно говоря, каждый документ, который Светлана, благодаря Гарику Суперфину, по-моему, его разрешению Превенского пива и семьи Владимова и его дочери Марина смогла вытащить в эту книгу, они убеждают в том, что жизнь и судьба писателя, по крайней мере, такого сильного, как Владимов, они, конечно же, достойны романа, а не только исследования, книги, статей, публикации о делах и так далее, и тому подобное, романа, нон-фикшн, романа документального, и это здесь получилось. Что же это такое за судьба? Вот дело в том, что эта судьба, на мой взгляд, на моей памяти Владимов перешел из живых и интересных, очень важных для нас писателей, в русские классики. Этот переход произошел и происходит и сейчас, благодаря той книге, которую вы издали, и благодаря Светлане, которая ее написала. Вот этот переход сейчас фактически завершился, вот этот переход Владимова в классике. На самом деле это самый настоящий, то есть окротворный, но уже не рукотворный памятник, который ему поставили. И он уже никуда из этого канона классиков не уйдет, Владимов. Я помню прекрасно, как мы печатали Владимова в знамении, потому что первым был напечатан рассказ «Верный Руслан», и это еще главным редактором был Григорий Яковлевич Бакланов, для него это было очень важно, потому что он был знаком с Владимовым. Хочу вернуть Владимова в молодость. В молодости Владимов начинал как критик, и был, как говорится, моим коллегой в этом смысле. Он начинал как критик театральный, первые его публикации были в журнале «Театр». И вы знаете, это были публикации совсем не о лучших произведениях русской драмы, а, например, отъезда Сафронова, что положительные и так далее. Он не любил потом об этом упоминать, но это было начало. А потом он, благодаря какому-то счастливейшему стечению обстоятельств, его вела все-таки судьба, начал работать в журнале «Новый мир». И это были те годы, когда он, Георгий Николаевич, и об этом целая глава в книжке Светланы Шнитман-Махмелин, целая глава о том, как он был работал в редакции журнала «Новый мир», был редактор таких вещей, как, например, «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева. Представьте себе это, совсем молодой человек, не с литературным образованием, у него было юридическое образование, с тем, что мать его... Собственно говоря, Светлана об этом, может быть, потом скажет, из-за того поступка, который совершили молодые люди, а у Владимова еще раньше, он учился в Суворовском училище, и они навестили Зощенко, можете себе представить, после постановления, чуть ли не на следующее, через несколько дней, после постановления знаменитого против Зощенко Ахматовой. И мать посадили, его не посадили, но посадили мать. И, будучи сыном такой матери, ну, параллель только одна, да, у Аксенова мать Евгения Сламонна Гинзбух, это такое же сочетание, мать у Владимова тоже была, в общем, вполне такая, не просто член коммунистической партии, а убежденная коммунистка. И вот такие дела, что он становится на этом фоне литературным критиком и литературным редактором, и у него образование происходит, можно сказать, в том новом мире, который мы все знаем, любим, ценим и понимаем, что такое новый мир, и что такое новый мир Твардовского. И Твардовский оказал на него очень большое влияние уже как на писателя, Симонов как на редактора, когда Симонов еще был редактором, а Твардовский как на писателя, потому что знаменитый, опять же возвращаюсь, рассказ «Верный Руслан» был сначала показан в редакции журнала «Новый мир», и Твардовский сказал, что это вашего, вашего, вашего Руслана не докрутили, то есть собака еще не была, как читал Твардовский, не доделанно, не доработано, были возможности, о которых сам Вадимов еще пока, может быть, и не знал, что они у него находятся. И вот Светлана постаралась вот эти сюжеты, как бы литературные, сопрягать в течение всей своей книги с человеческой судьбы, с человеческой судьбы, потому что у него были из-за очень непростых отношений с властью, были такие вопросы, которые не могли быть разрешены только в литературе. И он был включен и в правозащитную деятельность, и в деятельность по диссидентскую. И он, конечно, очень много сделал для того, чтобы его постарались, в общем, как-то вытеснить из нашего тогдашнего отечества, за рубеж. И вот это вытеснение было связано не столько с литературой, сколько с жизнью Владимова. И я, конечно, первое вот как бы вопрос, который у меня возникает, вот как эти все документы, это уже вопрос, который Елена Даниловна реформулирует в связи с тем, что она, видимо, хотела, может быть, один из вопросов, как эти документы сложились к нему? Вам слово. Во-первых, я должна сказать, что мое знакомство с Владимировым началось под недоразумением, потому что мне сказал Александр Синовьев, что он был близким другом Венедикта Ерофеева. И я в то время собиралась только, я еще не была даже аспиранткой, я только что кончила университет в Базеле, я собиралась писать диссертанцию о Венедикте Ерофееве, и я из Швейцарии поехала специально в Германию, в Эшбан, чтобы встретиться с Владимовым и узнать у него какие-то подробности, совершенно неизвестной мне тогда Владимировской и Ерофеевской биографии. Он ничего об этом не знал. Они встречались один раз, он вообще понятия не имел о жизни Ерофеева. Но скоро я приехала, мы как-то начали разговаривать, потому что они были совсем новенькие. В эмиграции это был 1983 год, и они хотели меня расспросить о жизни на Западе. Нужно сказать, что при этой первой встрече Владимир произвел на меня просто как личность огромное впечатление. И я постаралась об этом написать, передать это в своих воспоминаниях, которыми завершается моя книга, и которые были в свое время опубликованы в знамени. Знакомство, тем не менее, продолжилось, и постепенно отношения стали все более доверительными и переросли в трубшку. И особенно после смерти Натальи Евгеньевны Кузнецовой и его жены, когда ему было очень тяжело одиночество, и до получения жилья в Переделкино несколько лет, он по несколько раз в год приезжал к нам в Лондон и каждый раз жил неделю. И я проводила с ним как можно больше времени. У меня уже были некоторые статьи о нем, и я как-то думала, ну, очень отдаленно тогда о написании книги, но все-таки я собирала материал, и я записывала все наши разговоры, я делала для себя записи, и тоже записала на пленку интервью с ним. И это был как бы начальный вариант, вот на котором была основана его биография. Ну, нужно сказать, что я начала писать книгу уже после его смерти. Я начала ее писать, и она не очень шла, и она не очень шла, и она как-то не очень получалась, и как человек дисциплинированный я ее все-таки писала, но что-то мне не писалось. И потом случился просто очень длительный перерыв по работе, почти 10 лет, и я вернулась к работе в конце 2017 года. И когда я перечитала то, что я написала, и было написано довольно много, я поняла, что это совсем не та книга, которую я хочу написать, это совсем не та книга, которую я могу написать. В этой книге не было Владимова, там были данные о биографии очень подробно, там был какой-то такой суховатый, вполне академический анализ его книг, там не было автора, там не было живого человека. И тогда я просто решила, что я буду писать ту книгу, которую я писать хочу, и если потом мои ученые-коллеги будут меня критиковать за нарушение каких-то академических канонов, то и пусть. Так что я решила еще раз съездить в архив. И нужно сказать, что в этом смысле, конечно, мне повезло, потому что Георгий Николаевич, который, как вот Таталья Борисовна сказала, который был литературным критиком, он очень хорошо понимал цену и смысл писательского архива. Он держал свой архив в полном порядке, все письма пронумерованы, у писем всегда есть дубликаты, то есть есть копии всех писем. И все это, в общем, создает такой очень последовательный ряд в его биографии. Конечно, Брэминский архив не полный, потому что и НТС, и КГБ ФСБ утверждают, что они уничтожили его бумаги. Я не верю в это, то проверить это у меня возможности нет. И, вернувшись из архива, я начала писать книгу заново. И одна вещь, которая должна была собственно меня осилить до этого, что вообще нет смысла разделять биографию и творчество автора, который начал с того, что написал первые две книги, как он сам это называл, методом испытания на собственной шкуре. Так была написана большая руда, и так были написаны три минуты молчания, для написания которых он отправился на три месяца простым матросом на рыболовный траулер, на рыболовном траулере практически в Северный Ледовитый океан. И это страшная работа, и тем не менее он это выдержал. И написал роман, который стал любимой книгой трёх поколений, нескольких поколений. И как вот Дадали Борисовна уже упоминала, то, что, конечно, поражает в его биографии это личная вовлечённость в историю. Потому что в его судьбе действительно было всё. Война, Голокост, поход к Зощенко, космополитизм, арест матери и её тюремное заключение, новый мир, выступление в защиту Синяцкого и Даниэля из потом Солженицына, добровольный выход из Союза писателей, правозащитная деятельность, дружба с Сахаровым, эмиграция, конфликт с НТС, очень непростое возвращение на родину, триумфальное признание генерала, получившего две Букеровские премии, и очень трудная, одинокая, трагическая смерть. Нужно сказать, что, конечно, мы все живём в истории, и очень часто мы являемся такими беспомощными свидетелями её трагедии, как это есть сейчас. Но нечасто встречаются люди, во всяком случае в моей жизни они встречались нечасто, которые считают, что их призвание менять историю, что их призвание, призвание и долг, это своим творчеством и своей жизнью влиять на историю и воссоздавать её. И так был создан его шедевр, верный руслан, переведённый на бесконечное количество языков, по-моему, 139 сейчас. И так же был создан его последний роман генерала его армии. Трагический роман о большой войне, главным посылом которого была цена единичной человеческой жизни и личная ответственность всех, кто обладает властью. Как говорил его герой, генерал Коприсов, моё дело такое, что у меня умирают люди, но я не палач. И всей своей жизнью Владимир восставал и боролся против палачей и палачества. И поэтому я уверена, что его голос и его произведения навсегда останутся ценнейшим наследием русской литературы. Область человека, обладавшего этим голосом, мне хотелось бы создать в своей книге. Насколько это удалось судить читателям. Спасибо. Спасибо большое. Я тут хотела бы ещё добавить в предварительном анонсе нашей сегодняшней встречи ещё предполагался рассказ о серии «Счастливая жизнь» Александра Архангельского, которую мы издаём в ревч в течение того же, почти двух лет. И там герои как бы тоже вот примерно то, о чём говорила Светлана. То есть как бы они прожили такую сложную и долгую жизнь, но тем не менее они осочли её счастливой, потому что как они существовали в преодолении и в том, что в общем-то они тем самым строили свою судьбу. Эти герои, это Жорж Неваб, прежде всего это Теодор Шанин, создатель маленького великого университета, мы его знаем, да? Жорж Невай, известный словист, и мы его знаем, его ещё папа, о делу связанном с Пастернаком, дружился с Женицыем, написал о нём, и Инна Ли, русская китаянка, которая испытала всё, от благополучия до тюрьмы и перевоспитания в деревне. То есть это вообще тоже выстраивается в одну такую линию жизни, схожую с тем, что вот мы как бы, вообще когда мы говорим о великих таких наших современников, почти современников, которые испытали очень много и вошли, так сказать, в наш пантеон, назовём это так. Александр Архангельский, к сожалению, не смог сегодня прийти и просил вот несколько слов прочитать его Юрия Владимировна, её позволите, три минуты буквально я это прочитаю. По независимым от меня и редакции Елены Шубовой причинам я не смогу выступить на ярмарке нон-финш. Жаль, но что делать? Такое время. Если бы я сейчас был в зале, я бы сказала, что документальная литература, к которой относится и новая книга Георгия Владимировна, это именно литература. Ну, то, о чём я говорила вначале, что несмотря на как бы все эти документальные, очень строгие филологические студии, это читается как литература. В её основе правильно подобраны слова, сильные образы и особый строительный материал, сама человеческая жизнь, прожитая в реальности, не в воображении. Всё остальное мало, чем отличается от так называемой художественной словесности. Конструкция идёт от авторского замысла, укропнения или ослабления фокуса тоже. В конечном счёте, читатели предлагают сюжет, который должен увлечь. А если не увлён, значит, автор чёрно посчитался. Если бы я мог присутствовать, я бы сказала о своей серии «Счастливая жизнь», которую мы с Шубиной начали в 2020 году и завершили в 2022 году. Ну, это я вам уже рассказала, что это за серия. Последние слова. Мы с Еленой и её сотрудницами работали над этой серией «Поперёк политики», «Ковида» и, скажем так, «Постковидного синдрома» в нашем Отечестве. И подсознательно искали в опыте реальных людей опору, которая и нам пригодится. Нам пригодилась, надеюсь, пригодится и вам. Вот, вот, будем считать, что это, как бы, присутствие третьего нашего спикера. По-моему, Светлана вам приятно должны быть слова, его анализы в вашей книге. Это действительно просто прекрасно. Наталья Борисовна, прошу вас продолжить. Я думаю, что вот эта тема о жизни, которая становится своего рода произведением, над которой писатель работает так же, как и над своей прозой. В случае Владимова тоже получилось. У Достоевского есть такое высказывание. Жить — это значит делать художественные произведения из себя. И на самом деле Светлане удалось вытащить это художественное произведение, то есть судьбу сделать основой книги. И эта судьба на самом деле у каждого крупного, большого писателя, она на самом деле есть. И в наше время, когда на самом деле у нас такое, ну что ли, жажда такого рода людей, жажда сюжетов, которые так или иначе держали бы человека в жизни, то примеры таких писателей, как Владимир или как у Александра Ахангель, что это Инна Ли, мы тоже, мы напечатали тоже это в знамени перед издательством, напечатали это произведение, вот такие судьбы дают возможность ощущать себя даже в несчастье счастливым, скажем так. И хочу процитировать еще одного прекрасного писателя, Юрия Валентиновича Трифонова, что быть счастливым можно только наполовину, что счастье состоит из счастья и из несчастья от людей. И у Владимова на самом деле и в его личной жизни, и в его общественной жизни счастье сопровождалось несчастьем, а несчастье с счастьем. Вот его жена, о которой говорила Светлана вначале, замечательный тоже литературный критик Наталья Кузнецова, кстати, издатель, который издал четырехтомник Владимова, потом скажу о нем два слова, Светлана скажет, я его знала тоже, и который погиб, он издал и том Натальи Кузнецовой, его критики, которые печатала септазета «Зарубежья» и, по-моему, звучала по радио «Свобода». На самом деле вот такие судьбы Владимовские, они, как Владимова, они переплетаются со счастливыми и несчастливыми моментами, потому что испытания даются каждому человеку по силам, которую он может на самом деле вынести, а если не вынести, то потом получается тот Владимов, которого я уже видела в конце только в гробу при отбивании церкви переделкина. и все муки его жизни на его лице тогда изобразились. Так вот, если говорить, вернуться к книге и говорить об этом переходе к классике, с которого я начала, этот переход осуществляется через очень важную вещь, через обнародование документов этой жизни. И первые документы, которые были в этой жизни у Владимова, первые документы это письма матери, переписка с матерью, и эта переписка с матерью, она на самом деле показывает уже литературные интересы, которые были у Владимова. И что поразительно, Светлана, я сравнивала с перепиской Аксенова с матерью, как раз те же самые годы, почти, у Аксенова это, скажем, 55-58, у Владимова чуть пораньше, но вот что интересно, у Аксенова Василий Павлович, тогда совсем молодой, говорит к матери о компромиссах, на которые он идет для того, чтобы запечатать тот или иной рассказ, и о том, что как-то он говорит об этом весело, легко, и так далее. У Владимова совершенно другой характер, как мне кажется. И вот там в переписке с матерью есть литературные интересы, есть разговоры, в том числе и о толстых журналах, которые они перекидываются так или иначе, какими-то новинками, но тем не менее, вот эта бескомпромиссность, с которой его вела всю жизнь, она тоже там не так, вот из первых документов. Документированная жизнь Владимова говорит, прежде всего, о стоицизме Владимова, как мне кажется, потому что с такими мощными всякими он организациями, можно сказать, походил в соревнования и на борьбу один на один. НТС – это очень непростая, скажем, вы узнаете очень много об НТС из книги. Это народно-трудовой союз, который был, ну, дальше посмотрите по энциклопедии, если хотите. И вот с двумя этими крупными силами он боролся и в случае невозможности дальнейших живых, он просто уходил в сторону и продолжал дальше свою жизнь. Я долго думала над тем, что такое Владимов и шестидесятники, потому что Свеклана в своей книге дает очень много того, что мы можем назвать контекстом. Про аксёнов я уже сказала, но контекст, да, складывается в голове, вот когда всё это. И Елене Данневуне тоже вот у меня вопрос про эту серию, связанную с шестидесятниками, которые мы употребляли в самом начале. Это довольно условное, на самом деле, конечно, название, но там уже выходило несколько книг. Последняя, по-моему, была про Белла, не сериала, про этот цитат. Но я хочу сказать вот эту мысль про аксёнов, это очень интересно, Наташа, потому что там же вообще вшёл параллельный диалог, о котором, может быть, они не догадывались. Если вот взять вот очень серьёзного Владимова, какой-нибудь как писатель, всего три минуты молчания, и лёгкая вот эта вот вещь, как это называлось, господин, господин, там, где молодые люди, нет, 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 молодые люди оказываются в Прибалтике. Да. А, Тань, ты подсказываешь нам, кто это, как это называется? Очень много. Нет, 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 это кому-то тумбочка оказывается. Ну, Светлана, ну там, где тоже эти молодые люди после Прибалтики оказываются тоже на краулере там и что-то такое. И там же у Владимова в трёх минутах молчания даже имена. Алик там и ещё кто-то. Это какой-то такой? Да, Алик с ним был. Внутренний литературный спор. Ну там, где у Аксёнова такая лёгкая молодёжная проза, можно так сказать, это совершенно не у него код. То есть здесь так очень серьёзно всё. И это же, по-моему, очень сильно было цензурировано, при том, когда это печатали в журнале. Потом, это я из вашей книги знаю, потом, когда делалась книга, это тоже не удалось выпустить в полном виде. Но только потом. Ну вообще, судьба каждого произведения драматическая. То ли не успел, то ли слишком вперёд, потому что, ну вот, верный руслан в девяносто первом году прошло в школьную программу. Да, а где вы напечатали у нас в первую очередь? Вот я хочу сказать, что у Светланы есть очень интересная страница о том, как в Новом мире он не мог напечатать свою новую вещь, потому что там была целая очередь из тех, кто были отобраны. По-моему, чуть не... Там и Дедрихов был, и так далее. Нужно было всё это испытать. Расскажите, пожалуйста, о том, всё-таки вот о том, что Елена Даниловна начала говорить об этом, ну скажем, вмешательстве в работу, да? Что не так всё просто складывалось даже в том Новом мире, в котором он всё-таки много проработал. Да, то есть, поговорите об истории опубликования его первой прозы «Большой руды». И он написал эту вещь. И Твардовский предложил ему переписать и немножко переделать, как бы, сюжет и акцент, и что он сделал, и никогда об этом не жалел. Но он мечтал, чтобы эта книга вышла к его 30-летию. Он отдал её в декабре, и он мечтал, чтобы... Даже раньше. Он мечтал, чтобы она вышла к его 30-летию. Но тут ему объяснили, что это никак не получится, потому что вот Войновичу уже обещали январь, а у Войновича тоже была книга «Главным героем, который был шофёр». И тогда это будет тенденция. А тенденции у нас были запрещены. Поэтому перенесём на апрель. Хорошо, апрель. Начали печатать. Уже была готова верстка. Труп полетел в космос Юрий Кагарин. Ну, большая радость и событие. Но Владимир, вы сказали, вы понимаете, у Гагарина... Гагарин полетел в космос, а ваш герой летит в пропасть. Так что это совсем никак невозможно, потому что получается вот такой разговор сюжета. Так что май мы не можем напечатать, потому что май – это праздник вот там интернациональной солидарности трудящихся, и победы, и весны, и труда, и вообще... Нет. В июне идёт проза Некрасова. Некрасова будет, Виктора Некрасова. Ему будет 50 лет. Вот вещь у него мрачная, ваша вещь тоже нерадостная. Опять скажут, что тенденция – это не годится. Ну вот в июле будет Тенриков, а потом в августе вас напечатали. Ну, потом что-то не получилось с Тенриковым, там они не поладили с Пардовским и напечатали в июле. Но, в общем, вот он там сидел с этими тенденциями и ждал, пока тенденции прекратятся, и пока будет вот возможность напечатать его первую прозу. Так что это был его журнал, где его любили, где он всё-таки был очень кожаный, он был совершенно своим человеком, но тем не менее всегда были проблемы. Ну, и с тремя минутами молчания это было легче, хотя Твардовский как-то не очень однозначно относился к этой вещи, но всё-таки её приняли и её опубликовали, хотя тоже там просили то и сё, но цензура над ней поработала очень жёстко. И когда потом уже всё-таки допустили до публикации книгу, то ему не позволили изменить ни слова в журнальном варианте. Так что книга полностью вышла уже за границей в 1982 году, но сейчас она, конечно, доступна в четырёхтомнике. «Спасибо большое. Разговорим, всё равно. Спасибо большое. Давайте, у нас осталось совсем минуту времени, но если есть вопросы, пожалуйста. А пока я на вот минуту не ловлю, что я и запросила. У меня есть вопрос по поводу генерала и его армия, потому что мы знамени напечатали генералу армии, а потом Владимир дописывал генералу армии. Значит, сначала была первая публикация в журнале «Континент», потом в «Знамени», потом дописывание отдельных глав, потом страшная полемика между дописыванием глав и публикацией в «Знамени». Насколько эта полемика травмировала Владимирова, потому что полемика была по поводу того, что можно назвать военной прозой, в варианте, написанном бывшим Суворовцем, который чувствовал очень то, что называется военного человека. Более того, Владимир записывал мемуары, насколько я знаю, и из вашей книги, и из его областей, с очень интересными генералами-личностями, я бы сказала. А потом получился этот роман. Есть ли какие-то документы о том, как он переживал вот эту полемику, которую другой писатель военный Владимир Боголомов на самом деле несправедливую, как я читаю совершенно, значит, обвинение выдвинул? Как я говорила тогда, Льву Николаевичу тоже историки выдвигали определенные вопросы по поводу война и мир. Но тут пытался он просто перечеркнуть этот роман. Но Владимир это пережил. И как? Он это пережил, но это был очень большой шок. Это нужно сказать, что... Вы знаете, у Владимова, это было просто его личное свойство, у него был огромный пиетет и по отношению к людям, которые прошли кулак, и по отношению к людям, которые прошли войну. И как бы авторитет этих людей значил для него очень много. То есть он очень полагался на какое-то высокие нравственные стержни этих людей. И к Богомолову он относился, в общем, к прозе Богомолову он относился с большим уважением. Для него это был огромнейший шок. Вся эта история. Он пережил это очень тяжело, нужно сказать. Он это пережил, он понял, что это все-таки... То есть он вполне мог понять, что это все значило и откуда это все шло. Но на него это, в общем, очень повлияло. И это взяло время для него просто оправиться от этого шока, хотя он был человеком с очень крепким и сильным характером. Но, тем не менее, вот это на него очень подействовало. Мы с ним говорили довольно много об этом. Ну, и надо сказать, что когда я писала книгу, я даже в начале... Потому что я ему сразу сказала, ну, это вообще не о литературе. И, конечно, этот аргумент стал стым, я ему привела тоже и все. Но нужно сказать, что когда я начала книгу писать, вот когда я писала и когда я дошла до этого, я даже думала, может быть, не стоит все это опять ворошить и включать это все. И я даже тогда посоветовалась с Натальей Борисовной и Марком Липовецким, но оба мне сказали вполне категорично, что писать об этом надо. Потому что это все-таки был важный момент, это была часть общественного дискурса и все. Я немножко беспокоилась, потому что я уже как-то забыла текст Боговолдушки. Я думала, дело было во время пандемии, все библиотеки наши были закрыты, вообще никуда попасть было невозможно. Я думала, ну, я справлюсь с домашней библиотекой, интернетом. Но когда я начала исследовать, вот просто серьезно рассматривать этот опыск Боговолова, я была поражена, потому что там вообще нет никакой солидной основы. Он, например, что там кто-то ему что-то рассказал. Ну, хорошо, кто-то кому-то что-то рассказал. И что это значит? Вот, как, знаете, вот как мой отец, служивший военной разведкой, там они все время ползали в тыл врага, вот у них было такое выражение, одна баба сказала. Вот одна баба сказала, это когда у тебя есть информация, но проверить ее ты не можешь. И вот Боговолов, вот он в каком-то архиве что-то читал. Архив не назван. Документация там, хранение не названа. Бог знает, что это за архив. Вот там еще кто-то ему что-то сказал. Вот какой-то там командующий, почему-то обозначен буквой Г, вот звонил Сталину, вот то-то и то-то сказал. Я стала смотреть на этом, ну, как бы вот на линии этих хранов было три командующих, фамилия которых начиналась с буквы Г. Но они все были мертвы уже к тому времени, когда Боговолов писал. Чью честь он спасал? Почему он не мог назвать имени? И вот так было все. Так что на самом деле, как бы нужно тоже сказать, что он там приводит две книги по-немецки, вот об армии Гадуриана. Я все-таки, вырвав в какой-то момент, когда это было возможно, влетела в библиотеку, получила эти книги, и я их просмотрела. Ну, конечно, это книги о войне, да, и там упоминается Гадуриан. Что имеет в виду Богомолов, когда он ссылается на две эти конкретные книги, понять было совершенно невозможно. Так что все это, в общем, была высосана из пальца история. Это был фактически, это был донос. Это весь тон этого просто напоминал самые такие неприятные времена, вот общественный донос. Может быть, Богомолов верил в это, может быть, это была как-то, я не знаю, может быть, для него это была какая-то сущность. Но вот, глядя на это серьезно, это, конечно, там не было никакой по-настоящему солидной или серьезной аргументации. Он приводил аргументы, которые вообще не имеют смысла, что Владимов умолчал о планах Гитлера завоевать территорию Советского Союза до Урала. И вот Владимов это якобы скрывал. И, как я сказала, скрыть это было невозможно, потому что это знает каждый школьник. Так что о чем, собственно, речь? Поэтому, ну, нужно сказать, что Владимов... Вы знаете, во Владимове, вот как раз вы правильно сравниваете с Аксеновым, потому что Аксенов был совершенно другой человек. Но во Владимове была такая вот гравитас, в нем была такая серьезность и серьезность отношения ко всему. И там иногда вот мои какие-то попытки сказать, да пусть говорят. На него совершенно не действовали. Он совсем не понимал. Раз слово сказано, на него надо ответить. И поэтому, да, это нужно сказать, что эта история богомоловская, она стоила ему очень много как-то внутренних сил и нервов и крови. Ну, конечно, он очень ценил поддержку и вот Бакланова, и Чупрынина, и Наташину, и всех других. Но, тем не менее, он пережил это очень тяжело. Дорогие друзья, очень мало времени, то есть вообще его уже нет. Там уже сейчас следующее мероприятие. Светлана, огромное вам спасибо. Вообще, конечно, да, лучше, чтобы было побольше времени, потому что разговор интересный только начался. Ну, да, 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 да. Ну, извините, мы придумаем что-нибудь еще, да, с нашей редакцией. Да, очень. Спасибо вам большое, что послушали нас. Спасибо, Светлана, спасибо. Спасибо всем. Спасибо. И Леониду еще раз спасибо за все. И Наташенька, спасибо. 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 Спасибо.